О, привет друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, все как всегда. И ты попал на заключительную серию по кланам. Сегодня мы вместе с тобой добьем клановые задания, именно гонки и тырить нефть, можно так сказать. И посмотрим, как это все выходит, и посчитаем, сколько же можно заработать денег за один час. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Погнали! А если ты еще не играл на таймсервере, то обязательно вводи мой промокод при регистрации, он есть в описании ролика, и тебе он даст 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Так, пацаны, подходим к Danger Master, и вот я все задания открыл, и вчера задротил, и позавчера капец, чтобы сегодня записать. Гонки, нам надо отъехать 3 гонки, нам дадут за это 2 550 долларов и 1 XP. Поэтому берем задание гонки, идем в автопарк, выбираем любую машину, нам доступно. Конечно, мы на Рапторе гоняться не будем, но самый прикол в том, что я сейчас с нашего клана спросил пацанов, не хотят ли они погоняться на видос. Они сказали, что хотят, и они, конечно же, брали 2 Челленджера. И я теперь буду ездить на вот этом бокоходе. Если кто не шарит, то Челленджер это самая быстрая тачка, которая может купить клан. Вы можете спросить, а вон, Ламборгини, Хараканы, Агеры, Герчироны. Пока что из всех доступных автомобилев Челленджер это самая быстрая тачка. Чтобы вы понимали, в нашем клане так по-тупому настроено вот это хуйня, что Чел может Челленджера взять только при достижении 200 уровня. А гонки, ну, 200 XP. А гонки открываются со 100 XP. Я только что, блин, задротил 100 XP на этом бокоходе, на этом Е34. Е34 боком валить жестко. Особенно там есть одна гонка с поворотами. Это пи***ь, если мы сегодня погоняемся, вы увидите. Вот эта гонка, она по прямой. Я сейчас буду сосать просто пи***ц. Смотри, 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 смотри. Ну, это имба, алло. Это капец, он валит. Смотри, я никак его не догоню. Да. А там чел тоже на М4 вообще. Просто забудь. И Челленджер ушел. Теперь не удивляйтесь, почему все на Челленджера гоняют. А, кстати, да. А, если вы гоняетесь и выиграли 3 гонки, и мы на первом приехали, вам дают 100% выполнения этого задания. Но если вы хотя бы одну проиграете, то вам дают 99,67% выполнения этого задания. А вы можете сказать, а на что это влияет? Это влияет на то, что если вы выиграете 3 гонки, и вы сделали все задания, вам дадут 4 опыта и 4 бонуса. То есть, всего вам дадут 8 опыта. Но если вы проиграете хотя бы гонку, вам дадут 4 всего и 3 допа. И у вас будет всего 7. Получается красивый поступок от Джамбо. А, я еще хотел сказать, что вот эта херня. Кто играл в МТА на сервере, я не помню каком. Там, где даже ничего не надо скачивать. Там гонки, дерби, дэм. И там тоже такое, первое, второе, третье место было, как здесь. Понимаю. Джамбо дает мне хеллкет. Но сейчас просто для разницы посмотрим. Да, давай, давай, давай на бабки. По приколу. А, я сказал, давай на бабки по приколу, дал ему и 34. Не, ну я красавчик. Ставка 3000, погнали. Ой. Бля, это еще гребанная трасса, где куча поворотов, а не по прямой. Ладно, 3000 роликс, давай. Вы что, забыли, кто-то здесь виндитель? Я надеюсь, сниму челленджер без этого. Би, блядь, лучше б бокоход был, реально. В таких поворотах челленджер неповоротливый. Но он, смотри, как он улетает, это капец. Я еще вчера Need for Speed поиграл. Сейчас привыкнуть к физике Санадреса. Такое себе. Блядь, он вообще неповоротливый. Мне нравится, что там зеленый, походу, столба поймал, потому что он на миникарте стоял. А еще бинды спасает, капец. Вот здесь на И3-4 вообще кайф проходить повороты, потому что их едешь тупо все боком. Я вроде записал. В принципе, на челленджере здесь ничего интересного не будет. Можете посмотреть, как на И3-4 я проходил поворот. Сейчас сказал, типа записал, записал. На самом деле не проходил. Так, оп, сюда. 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 Налево. Это трасса для дрифта, пацаны, не для гонок. Напишите в комментариях, кстати, вы любите трассы, где больше поворотов или где больше прямиков. Например, если личный 3-4 против челленджера, то хочется больше поворотов. Но самое тупое это вы сейчас увидите в этой трассе. Это капец. С этой физикой тачки по той дороге тупо нет. Ну, кто играет, тот шарит. За что я говорю прям сейчас? Это гребанная вот эта змейка. Тачка вообще здесь ни влево, ни вправо, никуда. Прям капец медленно едет. Ну, все, получается, предпоследний чекпоинт. Нравится, что чекпоинты можно не доезжать до конца и их заберешь. Так, я финишировал, бабки мне еще не дали. Вон, кстати, на карте видно, что доезжает. Так, бэкспейс. Шесть тысяч. На базу, очень. Ема, 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 посмотрите, сколько на гонках силов. Прикол, сейчас они четвером уедут, я тупо буду стоять здесь. О, кстати, трасса плюс-минус норм. Две М4, кстати, с кланом ЛС, так красиво написано. И два челленджера. Но я скажу, что два челленджера приедут первыми. Потому что М4 вообще не едет. Просто забей. А еще мне бесит эта камера, которая... Так, по тормозам. Блин, надо было все-таки по внутрянке срезать. Давай. Нет, нет, блядь. Все, теперь быстро, пока челленджер меня не нагнал, просто тапку в пол. Здесь боком. Здесь тоже. И здесь тупо тапку в пол. Вправо. По траектории. Влево. Здесь немножечко нужно притормозить. Либо сбросить газ. Мне лучше притормозить. Тормоз в пол. На поворот. Срезаем. Вот здесь с моей поворотливостью прям по городу гонять. Налево. Налево с ручником. Пиздец. Прямо. Меня BMW догоняет. BMW, Карл. BMW не едет. Вот здесь вообще очень тупо. И тапку в пол. И раскрываемся. Компрессор дует. Машина пиздец. Ой. Я задолблюсь этим матом запикывать, пацаны. Сори. Еще такой в последнее время сапочником стал. Куда боком? Давай, 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 давай. Али видарчи. Так, но гонка напряженная, пиздец. Влево. Тормозим. Вправо. В принципе, здесь по дороге можно не ехать. Лучше по дороге. И по прямой. Фух, как хорошо, что здесь чекпоинты настроены нормально. Они как стандартный сан-драйв, чтобы, блядь, только через центр проедешь. Если сбоку заденешь, ты ни хера его не возьмешь. Нет. Там челленджер меня уже нагнал. И я не взял чекпоинт. Ебать я красавчик. Блядь. Тебе нужно повернуть налево в повороте. Ну, вернее, в подъеме. Тебе нужно повернуть налево, а потом направо. Это вообще не то. Эту гонку почти, блядь, всегда, про**, вы именно на этом повороте. Так обидно. Мы прилетели на базу, и теперь возьмем... А, 99.75, видите, я одну гонку не выиграл. И 75 процентов, а не 100 процентов. Ну, да ладно. Возьмите форту 150, своруйте нефть из бочек и доставьте на базу. 80, так понимаю, литров, может, не знаю. Для кражи нефти возьмите форт. Так, возьмите форт. Беру форт. У меня полностью 4 бочки, я понял. И теперь нам надо ехать куда? Нам надо ехать в ЛС. В ЛС куда? А, вот сюда нам надо ехать. Неудобно получается. Так, мы подъезжаем к заводу. Вот. Сразу вспоминаются дальнобойщики там на каком-то адвансе или даймонде. Ставь лайк, если ездил. Вот, мы подъехали. Жопой ближе стать, наверное, надо. Окей. Нажмите Е. Нажал. Вот, кран откручивается. Ага, Е. Так, используйте стрелку для выбора бочки. Энтер начать, завершить наполнение бочку нефтью. Ага, завернуться к управлению игроком. Выберите стрелку на бочку, наполните как можно больше нефти, старайтесь не переливать. Окей, значит мы заливаем. Ага, вот. И главное не перелить. Главное, короче, вовремя достать, я понял. Вот так пойдет. Вот так. Идеально. Вообще изи, блин. У меня же просто на родине называют Паша нефть. Что, не знали? Ну, теперь будете знать. И. Ну, здесь я не удалил. Нормально, нормально. 97% заполненность. Блять, я взял только что, перелил. Шланг назад. Ничего страшного. Потом в кузове еще соберу. Самое главное, знаете в чем, пацаны? Главное, сейчас никуда не врезаться. Потому что, если у тебя бочка перелита, как было написано в чинжлоге, если не ошибаюсь. Может, они эту херню убрали. Если ты перевернешься, либо Черканев, что-то, не знаю. То она, короче, взорвется и все, коту под хвост задание. Так, мы уже почти доехали до базы. Направо. Углом. Оп. Сколько нам дадут процентов выполнения этой задачи? 94? Серьезно? Из-за того, что я перелил одну бочку? Давайте еще раз, я вот завершил. Давайте еще раз поедем на рапторе за нефтью. Посмотрим, что за херня. Не видно эту грань, где перелил, а где не перелил. Ну, е-мое. Я еще камеру неудобно поставил, понимаю. Ну, как здесь понять, перелил я или не перелил? По процентам? Давай по процентам. Вот, по процентам все. Смотрите, короче, не на бочку, а на процент. Каждая бочка 25%. 43, 44, 45. 50, вот. Идеал. Ладно, мне бочку не перепутать, блин. И сейчас 75 должно быть. Оп. Блядь, перелил. А, очень странно, кстати, перелил. О, сто процентов, зашибись. Бэкспейс. Ну, нет. Бэкспейс. Ну, вот. Так, е-шланг обратно. Это обидно, блин, что одну бочку перелил. Ну, я же ее не переливал. Ну, там же 75% было. И, кстати, она очень странная текстурка ложится. В прошлый раз, как бы, вся бочка была такая в черном. Так. Ну, что нам база скажет? 95%? 100%? Я, типа, перелил и не перелил. Угу. Понимаю. 1090 на базу. Короче, все, что нам осталось, это проверить, сколько же зарабатывает клан. Сколько же нужно времени, чтобы выполнить вот эти все задания. И сколько же я заработаю за час или за полчаса. За сколько я там успею это выполнить. Поэтому запускаем сейчас быстрый спидран. И возвращаемся, ну, минут через 30, я думаю, к минимуму. Погнали. Пацаны, также вам лайфхак. Так, если вы не хотите искать тачки по меткам, просто нажимаете на камхак, опускаетесь вниз и смотрите вон, вон, вон. И просто их обижаете. А можете по фасту просто облететь, посмотреть. Здесь красный, там красный, значит, третья тачка внизу. Лайфхаки вам. Мне просто, если кто-то потом будет мне сказать, что это обновление разрабатывалось 3 года, сзади крышка открывается, вот эта херня, прогородка осталась, коробка, вот, смотри. Один раз выпускается, второй раз беру, руки остаются. Нет, этот раз повезло. Итак, пацаны, сейчас 14.20, квест мы начали в 13.56. В итоге нам ушло 25 минут. 24, ладно. Вот, и что мы заработали? Подходим к Е, мы выполнили все квесты на 100%, нам дали 10 опыта. И, сколько денег? 8 845 долларов. То есть, за полчаса, можно сказать, ты заработаешь 8 800, то есть, за час где-то 17 тысяч. Даже 17, даже можно за час еще вот эти выпустить. Ну, короче, 1018 ты в час можешь иметь, если у тебя будут прокачаны все задания. Но, по факту, это все еще зависит, во-первых, от автомобиля, на котором ты ездишь. Ну, конечно, некоторые квесты по типу Раптора ты никак не изменишь. Гонка, это зависит от автомобиля. Первый квест, который можно проходить на своем личном автомобиле, тоже зависит от автомобиля. И также зависит от места, где у тебя стоит база. Например, если у тебя стоит SF, LV, там, ближе ко всем точкам, дальше ко всем точкам. Также от спавна точек зависит. Тебя может послать как в SF, жопу, может тебя послать вообще вблизи LV. Это все зависит. Но, вот задание я не спеша себе выполнил за 24 минуты. Но там я могу скинуть минуты 2 на то, что спавна кривой, или я там врезался сейчас, ну, минуты 2-3. Ну, короче, 20-25 минут это нормальное время выполнения этого задания. И за час, как мы говорили, можно заработать 1018. Ну что, пацаны, у меня на этом все. Вот такой вот видос вышел. Мы погонялись, выполнили нефть, раскрыли у меня некоторые лайфхаки. Узнали, что за час плюс-минус ты можешь заработать 18 тысяч долларов. Пишите в комментариях, это много или мало. Но, по моим предварительным данным, вроде на инкассаторке 15 зарабатывать типа выгодно. Также, пацаны, вам спойлер к следующей серии. Вот здесь 5 автомобилей, 2 моих. Обязательно пишите в комментарии, какой именно. Ну, у меня на этом все. С тебя лайкос, комментос. Это самое лучшее, что ты можешь сделать для моего канала. Также подпишись на канал. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои новые ролики и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.